Доброго времени! На этом видео продемонстрирую работоспособность такого Vokman от Sony модель WM-FX288. Относительно молодой, относительно бюджетный аппарат и тем не менее великолепно звучащий. И сейчас вот пришло время, скажем, расставаться с некоторыми моделями из моей коллекции. И цель этого видео это, наверное, демонстрация работоспособности данного аппаратика потенциальному будущему владельцу, чтобы человек получил представление, чем он предполагает пользоваться в будущем, приобщаться к миру аналогового звучания, к миру кассетных плееров. Это модель относительно молодая, как я уже упоминал, в 2000-х годах. По крайней мере, мануал к этой модели доступен на официальном сайте компании Sony в разделе техподдержки, руководство пользования. И этот мануал датирован 2002-м годом, из чего можно сделать заключение, что эта модель была в обиходе еще в начале 2000-х годов. Аппаратик я сделал пометку, когда извлек его с относительно долгосрочного хранения собственного. Он у меня уже лет 10 находится, но крайние несколько лет я его не включал. Но вот сейчас как раз перед, скажем, публикацией объявления, реализации этого аппарата, я продемонстрирую его полную работоспособность. Аппаратик весит 150 грамм, питается от двух стандартных батарейчик АА. Возможности подключения адаптера постоянного тока для питания от сети 220 здесь не предусмотрено. Имеет вот такой шильдик, выплавленный в нижней части этого плеера. Однако страна изготовления, как мы видим, не указана, но с большой долей вероятности можно заключить, что это либо Малайзия, либо Китай. Но, кстати, когда я извлек его с хранения, я обратил внимание на стикер, который был прикреплен к этому плееру, о том, что я когда-то написал, что этот аппарат обладает великолепным звучанием. На самом деле это так и есть. И надел наушники на голову, в этом я убедился. Вспомнил о том, что действительно я не безосновательно сделал эту пометочку. Как мы видим, это перемотки, работает тихо, металлический лентопротяжный механизм, состояние магнитной головки идеальное. Аппарат производит впечатление новой неиспользованной вещи. Покупался он лично мною с рук в Австрии, в Вене у одного человека. Он был в чехле. Чехол предусматривал ношение данного аппарата на поясе. И я обратил внимание, что... Или где-то была потертость вот в этой части. Именно от чехла. От чехла. Это ни в коем случае не от протекших батареек. Здесь отделение батарейного отсека абсолютно чистое. Без следов протекания, без коррозии. Именно потертость на уголках чехла была. Но чехол начал уже сыпаться. Там дермантин, скажем, по краям. И я от него избавился. Ну а в целом, этот чехол обеспечил данному аппарату хороший, практически идеальный внешний вид. Внешний вид нового аппарата. Так вот, была пометка, что аппарат действительно классно звучит. Вставляем кассету. Мы видим, что вот эта полупрозрачная дымчатая крышка кармана-кассетоприемника также вносит определенный положительный вклад в эстетику данного аппарата. Через нее мы можем наблюдать за вращением катков или бобинок кассеты. В данном случае идет перемотка вперед и сейчас назад. Включаю воспроизведение и слушаем звук. Громкости у него запас достаточно большой. На полную громкость слушать, как известно, не рекомендуется. Ввиду высокого уровня громкости. Но, в общем-то, если кому-то нужен классный, без привлечения классный, звучащий аппарат, вот из относительно недорогих аппаратов, могу с уверенностью смело рекомендовать этот плеер. Он имеет систему усиления басов Мегабас, которая вот включается и отключается этой кнопкой при включенной системе Мегабас. Мы видим, что загорается здесь надпись об активации данной системы. Имеется индикатор состояния батареи. Он из двух половинок состоит. Либо полная батарея, либо половина заряда. Мне кажется, еще при приближении батареи к полному истощению, тогда, скорее всего, либо пустой индикатор батареи, либо она будет мигать. Я точно не знаю, так как не эксплуатировал его практически вообще. Просто он находился в коллекции. Режим холд блокирует все кнопки включения тюнера, включения-выключения Мегабаса. То есть практически все кнопочки будут заблокированы при перемещении этого переключателя в положение включенное. Да, питание данного плеера обеспечивается от двух батареечек. И на воспроизведение время автономной работы будет составлять 25 часов. Для работы данного аппарата в режиме радиоприемника это время составляет 40 часов. Радиоприемник имеет 40 радиостанций, 40 пресетов. Антенна наушников также является тюнером, то есть антенной. Сейчас я пытаюсь найти какие-то станции. Ну, в общем, какие-то здесь можно станции поймать. Нужны настройки для тюнера. И, соответственно, правильное расположение антенны в пространстве. В общем, при правильном расположении провода от наушников в качестве антенны можно добиться достаточно качественного и устойчивого радиоприема. Настройка осуществляется при помощи кнопочек тюнинг. Внесение в ячейки памяти следующим образом. Предположим, мы хотим эту частоту внести в ячейку памяти номер 4, скажем. И мы подтверждаем включение нажатием кнопки Enter. Таким образом у нас радиостанция занесена в память. По этой части у нас переключение режимов приема, стерео или моноприем, включение системы ограничения максимальной громкости, регулятор громкости. Он не шуршит, все работает нормально. Но, повторюсь, главное достоинство этого аппарата – это, прежде всего, качественный кассетник. Попробую разместить наушники ближе к микрофону. Кассета звучит просто великолепно и смотрится также отлично. Причем любая кассета, как полуоткрытого типа, так и с закрытыми непрозрачными корпусами. И прозрачными корпусами, как мы видим, смотрится просто отлично. Мегабас. Ну и внешне, если бы не это потертость, то состояние данного аппарата можно было бы отнести просто к идеальному. Как правило, такие аппаратики при интенсивной эксплуатации затираются, имеют потертости, какие-то царапины, сколы. Но в данном случае здесь лишь вот это посеребрение, красочка немножко имеет потертость. Но это без тарафин, без ничего такого критического. Поэтому внешний вид, ну, смело можно назвать, что очень и очень хороший. Ну, повторюсь, главное достоинство этого аппарата – это его качественный великолепный звук. И если кому-то нужен аппарат, чтобы слушать музыку, а не, скажем, довольствоваться его идеальным видом, то смело могу рекомендовать его по звуку. Действительно классный аппарат, без нареканий. Имеет традиционный для данной схемы лентопротяжки антироллинг механизм, то есть механизм отсутствия инерции при остановках и при перемотках, при воспроизведении. То есть не идет инерционное движение подающего узла. Ну, в общем, такой-то вот такой аппаратик интересный. Да, тюнер мы можем лишь включить, когда останавливаем кассету. Надеюсь, достаточно для демонстрации работы данного аппарата. Благодарю за просмотр. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok